Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня я расскажу вам, как провести тест резкости объектива в домашних условиях. Этот тест поможет понять, при каких значениях диафрагмы вы получите наиболее резкую картинку, а на каких значениях фотографии будут мыльным. Для проведения подобного теста используется специальная картинка «Мира», но мы в домашних условиях будем использовать обычную газету с мелким текстом. Газетный лист необходимо закрепить на стене, рядом с окном, чтобы хватило освещения для съемки на любых значениях диафрагмы. Камера закрепляется на штативе на таком расстоянии, чтобы газетный лист заполнял весь кадр. Выставите фотоаппарат в режим съемки с приоритетом диафрагмы и снимайте в RAW с шагом диафрагмы в одну ступень, начиная с наименьшей. Отсняв серию кадров, загрузите ее на компьютер для детального рассмотрения. Обращайте особое внимание на края и углы кадра, там мыло увидеть проще всего. Запомните тот диапазон диафрагм, на котором резкость показалась вам удовлетворительной. Это и будет рабочий диапазон объектива. Моей изначальной целью было выявить наиболее резкий и контрастный гелиус из шести имеющихся у меня экземпляров. Но для начала я решила опробовать данный тест на моем штатном объективе Olympus 1442 на фокусном расстоянии 14 мм. Все фотографии, представленные в данном ролике, сохранены из RAW файлов без обработки. Это важно, так как JPEG мой фотоаппарат немного обрабатывает, добавляя им резкости, насыщенности и контрастности. Первый же кадр на максимально открытой диафрагме 3,5 демонстрирует хорошую резкость в центре и замыленные края. К тому же мы видим, что данный объектив дает сильные хроматические аберрации. На следующем значении диафрагмы 4 зона резкости по центру становится шире. При диафрагме 4,5 она становится еще больше, оставляя нерезкими лишь углы кадра. А при диафрагме 5 в зону резкости попадает уже весь кадр. Отличную резкость объектив дает на значение к диафрагме от 6 до 11, но при закрывании диафрагмы сильнее резкость картинки снова начинает снижаться. Например, вы можете увидеть, как при значении диафрагмы 16 снижается резкость и по центру кадра, и еще заметнее по краям. А при диафрагме 22 это явление становится более заметным. Таким образом мы выяснили, что рабочий диафрагм диафрагм штатного объектива Olympus от 5 до 13. Теперь давайте сравним различные объективы Helios, пронумеруем их перед началом теста и приступим к съемке. Первым выступает достаточно редкий Helios 44 металлического окраса с многослойным просветлением на передней ленте. На максимально открытой диафрагме 2 зона резкости по центру небольшая, а края сильно размыты, причем размытие имеет характерную направленность из центра наружу кадра. К тому же объектив обладает слабой контрастностью, что сильно заметно в сравнении с другими экземплярами. При закрытии диафрагмы мы видим, как возрастает резкость по всему кадру, но лишь при значении 8 картинка становится удовлетворительной. В случае с этим объективом действует общее правило, чем меньше диафрагма, тем более резкое изображение. Мы рассмотрели подробно процесс тестирования на резкость объектива номер 1. Теперь подобным образом протестируем оставшиеся экземпляры. Я не буду сильно тщательно останавливаться на каждом, а лишь быстро покажу вам полученные снимки. Хочу отметить, что зачастую Helios устанавливают на современные зеркальные камеры в качестве портретных объективов, поэтому размытие по краям при открытой диафрагме только добавит интересности фотографии и не является критичным. Теперь давайте перейдем к подведению итогов. Баланс белого был выставлен вручную, по белому листу бумаги и является одинаковым для всех объективов, так же как и настройки светочувствительности. Мы видим сравнительную картинку, составленную из центральной части фотографий, полученных с объективов на максимально открытой диафрагме. Такую же картинку сделаем для значения диафрагмы 5 и 6, когда на большинстве тестируемых объективов достигается резкость по всему кадру. По данным картинкам мы уже можем делать выводы, а очевидными аутсайдерами являются экземпляры 1 и 6, а лидерами выступают 2 и 4 экземпляры. Основываясь на полученных результатах, я составила свой рейтинг тестируемых объективов. Его вы можете увидеть на экране. Хоть объективы и одинаковые, картинки они дают разные. В заключении хочу сказать, что определенно имеет смысл проводить тесты резкости. Так вы сможете лучше понимать и чувствовать технические возможности своего объектива. А значит сделайте больше удачных кадров. Ведь некрытые события повторить уже невозможно. Удачных вам кадров, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова